Здравствуйте, друзья! У нас небольшой расклад Мой жизненный путь, где я сейчас, куда мне двигаться дальше и куда я приду. Ну, время загадывайте сами. Может быть, неделя, месяц, может быть, до конца года, может быть, год. Ну, больше года не стоит, потому что сейчас очень быстро всё меняется. И мы знаем, что Вселенная у нас много вариантов. Поэтому, ну, загадывайте нам месяц или до конца года, предположим. У нас с вами три варианта, три колоды. Это у нас колода Светлых Провидцев. Это колода у нас Снов, Таро Снов. И Таро Волшебников или Визар Таро. Ну да, Таро Волшебников. Выбирайте, пожалуйста, вашу колоду. Можете по цифрам 1, 2, 3. Можете по рубашечке. Мой жизненный путь, куда я сейчас иду. Хорошо. Останавливайте видео, если вам нужно больше времени. Мы начинаем с первого варианта. Для тех, кто выбрал колоду, правиться. Где вы сейчас находитесь? Куда вам двигаться дальше? Куда вы придете? Сейчас вы в страхах, переживаниях. Да, Девятка Мечей это карта бессонных ночей. Это неуверенность в будущем. Конечно, все это в вашей голове. Что-то вас пугает. Может быть, вы не видите перспектив или вы в какой-то сейчас сложной ситуации. Но это ментальное. Это ментальные страхи. О чем-то мы очень сильно беспокоимся. Ну, так как мы смотрим о нашем направлении, то, может быть, вы не видите пути или сомневаетесь, в том ли мы, на том ли пути я иду. По тому, извините, по тому ли пути я иду. И что меня ждет дальше? Или вы понимаете, что что-то в вашей жизни подходит к концу. И вас это очень сильно пугает. Так, ну что, она у нас выпала. Давайте ее оставим. Сейчас ее раскроем. Так, ваш жизненный пульс, куда вы идете? Первый вариант. Конечно, девятка говорит о страхе перемен. Здесь, как бы, может быть, уже и болотца, но здесь мне все знакомо. А что быть там, мне это неведомо, поэтому мне это страшно. Так, где вы сейчас находитесь? Здесь могли рухнуть какие-то ваши планы. Здесь могла быть потеря работы из-за того, что конкуренция. Ну, это может быть, бизнес вы закрыли или сократили вас. Или вот-вот вас сократят, из-за этого вас это пугает. И вы не видите перспектив. Конечно, это бы могло разрушить все, что угодно. Кто-то мог потерять недвижимость. Может быть, вот попали в эту зону. Может быть, здесь рухнул брак. Ну, пятерка говорит именно о конкуренции. Так, и двойка, во-первых, говорит, прислушивайтесь к интуиции, но когда нас одолевают страхи, конечно, эмоции вот эти, да, то уже мы интуицию не слушаем. Так, давайте посмотрим, куда вам двигаться дальше. Да, вот эта девятка привела к десятке. Здесь может быть партнерство, бизнес-партнерство заканчивается. Здесь может быть у кого-то рушатся отношения. Пятерка, тут нет перспектив. Это духовной бедности, да, это когда люди не соответствуют друг другу. И вам нужно будет подвести черту. Вот что-то закончить. Если вы стояли на каком-то перепуте и никак не могли сделать выбор, ни интуицию не слушали, ни сердце свое, то значит, нужно от этого выбора закончить этот выбор. Тем более, когда мы выбираем из чего-то, к чему нам не лежит душа, то стоит ли оно того. Ну, а, конечно, еще, чтобы этот выбор сделать, все-таки нужно прислушиваться к сердцу и к интуиции. Ну, страхи и какие-то депрессивные переживания вам мешают. Я вам сейчас еще одну карту достану, что вам поможет в этой ситуации, что или кто. Отшельник. Ну, тут одиночество и осознание своего собственного пути. Если это касается отношений, то лучше и вам сейчас побыть в одиночестве и понять, что вы хотите от отношений, какого партнера или партнерши вы хотите. Вот это вот вам поможет. Если это касается работы, может быть, бизнес-партнерство или конкуренция, да, может быть, вам нужно искать совсем другой путь, вот что-то свое, то, куда у вас тянет сердце, вот чем-то заниматься, ну, скорее всего, это индивидуальная работа. Это не в команде, ни с кем-то. Это работа только, знаете, еще отшельник, это может быть давать кому-то консультации, помогать людям вот какими-то знаниями, которыми вы обладаете. Или это помощь от какого-то, может быть, духовного наставника, если вы верующий, там, батюшка у вас, там, другая конфессия какая-то. Или, может быть, это пожилой человек, например, ваша мама, бабушка, там, дядя, какой-то родственник, но это человек, который уже в возрасте и который обладает никакими, какой-то мудростью. Так, и тогда, если вы прислушаетесь или сделаете, вот что я сказала, давайте посмотрим, куда вы придете. так вот, и мне тут выложите, куда вы придете. К осознанию и к новому пути. Да, туз мечей это импульс, но это, знаете, продуманный импульс, это новый путь, это отрубание вот этой десятки, выход из страхов, из депрессии, из переживаний. Заканчиваем. Что вы здесь рушите, не знаю, тут у всех может быть разное, но тут что-то связано с партнерством. Вы это заканчиваете и видите, туз мечей у нас это как луч света, который указывает нам новый путь. Это может быть новый бизнес, новые отношения. Это может быть в отношениях разговор, расставление всех точек над «и», принятие решения, что все, мы эти отношения заканчиваем, будь то это бизнес, любовные отношения, что вместе нам больше не по пути, я хочу идти своей дорогой, заниматься своими делами, я хочу, может быть, куда-то уехать. То есть туз – это решение проблемы кардинальным способом. То есть мы что-то разрубаем, что-то отрубаем и получаем ясность мысли. Так, ну, это путь, да, сам путь. А вот куда вы придете, ну, к ясности это понятно, к принятию решения и к победе. Победа над своими страхами, победа, может быть, над конкурентами, да. Вот это вот шестерка. Может быть, это была конкуренция в браке и в отношениях. Может быть, еще кто-то претендовал на на ваши отношения и вы не знали, как вам поступить. И в любом случае, что бы это ни было, вам тут нужно действовать очень холодно, расчетливо, не попадать под эмоции. Здесь еще карта на дне колода тройка жезлов. Это карта видения дальнейшего пути. Это простраивание стратегий. Это какие-то новые связи, коммуникации. Это может быть, даже куда-то человек уедет, да. Как я говорила, новая дорога, новый путь. Это выход из конфликта и выход из каких-то рыцарь мечей. Это, может быть, как раз касается и вот это вот, что сейчас происходит. Это уход от когда вам нужно защищаться или на вас нападают какие-то манипуляции. то есть вам нужно будет просто понять, что вот то, что у вас сейчас происходит в жизни, вам это не нужно. Вам нужно это убирать, отсекать, прокладывать новый путь и вот карта осознания. Осознание своего пути, своего места, а будь то это бизнес, работа, отношения или, может быть, даже местонахождение. Это куда-то переехать туда, где тихо, где вам будет комфортно. Такой у нас получился с вами. Первый вариант. Благодарю вас за просмотр. Всем хорошего. Не забывайте, друзья, ставить лайки, пишите ваши комментарии. Это ваше спасибо. Хорошо, у нас второй с вами вариант для тех, кто был второго снов. Давайте посмотрим ваш жизненный путь сейчас, где вы находитесь, куда вам двигаться дальше и куда вы придете. Но не забывайте, что Вселенная она многовариантна. Это один из путей. Второй вариант, второй снов, где вы сейчас у вас жизненный путь. Где вы сейчас находитесь. Так, мечи нас не отпускают, да? Так, ну у кого-то здесь решение вопросов с наследством, с недвижимостью, может быть, покупка, продажа, взвешиваете вы что-то, может быть, вы хотите купить ипотека, да, например, королева мечей, может быть, это судья, адвокат, который помогает вам получить наследство, или это работодатель, например, вам поступ... может быть, вы где-то работаете, вам поступило предложение, не знаю, взять какой-то крупный проект, перейти на работу в какую-то крупную компанию. Ну, здесь вопросы семейных денег или денег, не знаю, может быть, семейного бизнеса, да, какие-то взвешивания, вот, что вам выгоднее или выбор, выбор, куда вложиться. Так, хорошо. Это вы сейчас занимаетесь вопросами больше материального, да, вашего составляющего. Здесь, может быть, эта карта вас показывает расчет, может быть, это какой-то человек, консультант или родственник, может быть, это ваша мама, наследство, ну, то есть, вот такие дела. А куда двигаться дальше? А вы знаете, здесь может быть у кого-то развод и дележка имущества, потому что куда двигаться дальше? Тут у вас может быть новая любовь, какая-то приятная поездка, может быть, даже куда-то за границу, или может быть предложение путешествия, круиз, не знаю, может быть, поехать просто отдохнуть. Там, может быть, королева мечей-то это и заключение брака, конечно, или развод. у кого что, куда вам двигаться дальше? Туда, куда у вас тянет душа, туда, куда вас зовет что-то, может быть, это поездка кому-то за границу, переезд, эмиграция, ну, или просто окунуться в новую любовь, в новые отношения, завершить одно, это смена этапов нашей жизни. У кого-то, может быть, здесь беременность, рождение малыша, вынашивание и рождение малыша. Ну, и давайте посмотрим, куда вы грядете. Так, ну, колесница говорит о продвижении к цели, но здесь карта информации, работы с документами, обучение, поездка какая-то, переезд, эмиграция, может быть. Девятка жезлов говорит о том, что, может быть, хотите куда-то уехать, но у вас есть опасения, но девятка всегда говорит, это излишнее опасение. Да, пользуйтесь опытом своим, других людей, защищайте свои границы, защищайте свои интересы, но не бойтесь вот во что-то новое. Я тут думаю, больше тут какая-то поездка, да, может быть, вот Паш Мичей, это получение какой-то информации, документов, которые вы ждали, которые открывают вам границы, например. Девятка еще говорит, это выход из какого-то кокона, когда нужно было себя защищать, проявлять какую-то осторожность, внимательность. Вы от этого вот как бы уезжаете, да. сейчас я еще одну карту, ой, ну девятка, тут исполнение желания, десятка, девятка, какое-то финансовое благополучие, получение желаемого и безопасно, вот именно что защищаться, больше куда-то вот вы уезжаете туда, куда спокойно. Я думаю, больше тут или иммиграция, или здесь занятие любимым делом может быть через интернет, то есть это работать может быть на себя, то есть какое-то желание ваше исполнится в ближайшее время, движетесь вы к исполнению своего желания, а что это? Это может быть и деньги, и работа, и любовь, получение наследства, покупка недвижимости, там продажа, покупка, обмен, получение хорошей работы, ну и так, а здесь у нас, а тут еще и девятка кубков, слушайте, ну второй вариант, конечно, и какое-то древо жизни, да, девятка кубков и девятка пентаклей это исполнение желания, это что-то, что вы очень сильно хотели, не буду я больше здесь разговариваться, здесь очень хорошие карты, то есть у вас какой-то очень благоприятный путь, наслаждайтесь этим движением, двоечки, все, у меня для вас все, я желаю вам удачи, воспользоваться вот этими возможностями, ну я думаю, что вы это не упустите, удачи вам, всего хорошего, благодарю за просмотр, благодарность вам за лайки и комментарии, до свидания, у нас третий вариант для тех, кто выбрал колоду волшебников, давайте посмотрим ваш жизненный путь сейчас, где вы сейчас находитесь, куда вам двигаться дальше и куда вы придете, третий вариант колодок волшебников, давайте посмотрим, где вы сейчас находитесь, так, это у нас король жезлов, так, ну для женщин это может быть окончание отношений или уход с работы, то есть это выход из более-менее финансовой стабильности, да, четверка это недостаток, конечно, прям, вот полный, но может быть вот мужчина, для женщин, сейчас говорю, мужчина вас содержал, худо, бедно, но помогал вам финансово, или это, ну что, тройка мечей, да, это потери работы, потери отношений, вот с каким-то королем жезлов, у мужчин это может быть ваша карта, это тоже потеря стабильности, может быть, бизнес уже не приносит того дохода, который раньше был, это может быть уход с работы, может быть, это ваш бизнес-партнер, начальник, но здесь вот что-то, потеря какой-то стабильности, так, куда вам двигаться дальше, колесо фортуны, удачи, к шансу, рыцарь пентаклей, а вы знаете, вот это вот окончание, ну к лучшему, здесь у вас очень хорошие перемены, скорее всего, кто-то уедет куда-то на заработки, и это будет очень здорово для вас, вы знаете, вы прям наполнитесь, вы будете счастливы, у кого-то это новые отношения с очень стабильным, у нас король жезлов, если отношения, да, это человек непостоянный, ну вот вообще мужчина, который любит женщин, а вот рыцарь пентаклей, да, может быть, он немного скучный, такой зануда, небольшой, но это очень надежный человек, и здесь, конечно, любовь, наполнение, перемена вашей жизни, причем из четверки пентаклей в рыцарь пентаклей, это и финансовое благополучие, более, а еще здесь может быть покупка автомобиля, покупка недвижимости, но порыцарь это что-то, во что вам придется еще вкладываться, может быть, это, там, квартира без отделки, или дом построен, но тоже без отделки, да, это вот удачный шанс что-то приобрести, но больше, я думаю, здесь какое-то движение вперед, может быть, это иммиграция с целью заработка, и вы будете очень счастливы, ну и давайте посмотрим, куда вы придете с этими переменами, самое главное, не бойтесь этих перемен, вот, не бойтесь этих перемен, выходите из стагнации, не вижу куда я иду, и вообще надо мне туда или не надо, может я тут посижу, а то вдруг я туда поеду, или вот что-то я начну, а вдруг у меня не получится, решил нам было менять, а здесь менять-ка нечего, здесь уже все завершилось, что-то как настроение ваше мне не нравится, так, да, придется работать, придется чему-то новому учиться, если касается работы, если касается отношений, да, над ними тоже нужно работать, а сидеть горевать, что у меня ничего не получится, и надо мне это, не надо, а вдруг опять, да, вот эту карту сомнений и неуверенности в своих силах, не знаю, вообще неуверенность в себе, это надо убирать, да, работать придется, ну вот двойка кубков, что это, это партнерство, что вы получите, вы получите человека, может быть, это бизнес-партнер, может быть, это любовный интерес, это поддержка, это единомышленники, ну, это человек, который смотрит в ту же сторону, что и вы, да, может быть, это какой-то тандем, или вас кто-то пригласит, вот выйти из этой стагнации, вот вас кто-то пригласит куда-то уехать, обязательно соглашайтесь, не вздумните отказаться, очень хорошие перспективы вы там получите, давайте я вам совет посмотрю, мне ваше настроение не очень нравится, совет, девятка пентаклей, как, кто вообще от богатства отказывается, да, от получения, девятка пентаклей, это исполнение желания, это человек во что-то должен вложиться, по восьмерке, да, работать придется, да, может быть, будет поддержка, или вас кто-то, например, куда-то приглашает, будет и любовь, может быть, для кого это актуально, и вы получите все, но для этого нужно будет поработать, потрудиться, и выйти вот из этого, вот из этого болотца, в котором вроде бы и некомфортно, но менять, вот прям пошла, да, мысль, что человек боится перемен, то есть это знаете как, а вдруг мне там будет хуже, а куда уж хуже, у вас здесь тройка мечей, куда уж хуже, полное разочарование, отшельник, отшельник, это идти по своему пути, это найти свое предназначение, это может быть, побыть в одиночестве для кого-то, например, у вас разрушились отношения, вам предлагают куда-то уехать, ну и, может быть, да, временно вы побудете в одиночестве, но вас ждет потом какое-то партнерство, может быть, даже и любовь, и все, что вы задумали, все у вас исполнится, но может быть, не так быстро, как вам хотелось бы, да, но через туз мечей, да, вот, туз мечей это ясность, а двойка это сомнение, это невидение своего пути, так что, если вам что-то предлагают, какие-то кардинальные перемены, вот этот вот шанс, колесо фортуны, оно крутится быстро, если вы оказались, или сказали, я подумаю, все, колесо перевернулось, и шанс ушел, а это шанс очень хороший, чего бы он ни касался, поэтому соглашайтесь, такой у нас был третий вариант, благодарю вас за просмотр, жду ваших лайков, комментариев, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok